ребят всем привет вы опять находитесь на нашем youtube-канале два строителя . сегодня мы продолжаем нашу внутреннюю отделку в доме 200 квадратных метров при стройке 200 квадратных метров потому что вы видите закрыта тот дом был на меже отстроен уже лет пять или четыре сейчас у заказчик пристроил пристройку и мы приступаем к отделке вернее приступаем а продолжаем как вы видите у нас за моей спиной тут гипсовые плиты мы их уже проклеили то есть сначала выровняли полностью стену и уже на эту стену замысли наш гипсовый плит соответственно как вы можете наблюдать вот у гипсов плита они же идут там размером то есть такими метро сколько получатся 60 на 60 лет у них размер плиты вот соответственно видите да у них есть стыки и как многие заказчики могут видеть как стыки то есть я же хотел полностью чтобы стена была эта монолитная то есть никаких выделений ничего это целый процесс то есть вообще отделка это как отдельная наука в каждом доме здесь нужно все продумать и продумать до мелочей ну и например тот же самый стык сначала мы используем нашу наждачную бумагу и затираем этот стык полностью проходимся то есть чтобы вы понимали этих стыков вообще не должно быть видно и если вам заказка если вы заказчики по итогу вам сдают например работы и вы видите вот такой стык соответственно это не качественная работа и нужно заставлять переделать я сегодня попробую вам показать как я сегодня по вам покажу как избавиться от этих стыков сначала я пройдусь по выпуклым частям которые выпирают а вы видите вот таким образом а потом уже займусь этими частями которые утоплены можно даже уже сказать что стыки теряются до их уже не видно если сравнивать с утопленными местами то уже и практически не видно в это еще не все ребят целый процесс сейчас мы все выровняем вместе с вами но многие кто не хочет платить за такие работы может принципе это сделать сам если руки растут с того места куда нужно я еще забыл сказать что это гипсовая плита она потом по итогу будет краситься каждый заказчик выбирает сам цвет кому-то нравится в золото то есть все по стилю то есть поэтому я говорю когда вы затеяли ремонт своем доме лучше всего всегда это сделать вместе с дизайнером чтобы вы уже по картинке видели как это все будет у вас выглядеть по итогу как ребят я вам подготовил определенный кусочек да то есть я не буду там систему вам демонстрировать покажу именно этот кусок как нужно правильно замазывать наши швы соответственно вы сейчас видите незаконченную работу потому что многие не понимают что это этап работы что это еще не закончено и начинает писать умничать в комментариях что вот так надо ли вот так надо ли да я показываю отдельный отрезок и я как вы понимаете сам но один из учредителей этой компании и я не являюсь маляром профессиональным и я не являюсь я знаю как правильно нужно делать сейчас вам этот кусок я продемонстрирую как это нужно сделать правильно соответственно вы в своих комментах причем писать подумайте о чем писать или есть какие-то вопросы обязательно задавайте я вам все отвечу в общем смотрите мы значит зашкурили берем нашу водичку обычная губка ребят ее то есть этой губка не нужно сильно давить на стык до чтобы не продавались увлажняйте вот эту часть протираете да от пыли избавляемся протираем весь участок где мы работали наждачкой там где мы прошли с наждачкой вы понимаете да вот пыль как раз оседает эту пыль все мы снимаем она ну как бы не нужна вот протерли после этого берем поклевочку наш прям на палец отойдем и полностью пытаемся про питать вот эти стыки таким образом пропитываем промазываем хорошенько хорошенько я это делаю пальцем на это можно делать шпателем то есть конечно же правильно это делать шпателем а то опять час умники начнут писать я показываю принцип действий чтобы вам было понятно как вам вообще после этого принимать работу такого плана принимать работы либо делать самому своими руками прошлись сейчас до конца найду проходимся аккуратненько забиваем так сказать наши пустоты полностью туда вот таким образом все дальше уже не пойду потому что там дальше у меня не выработал потом берем нашу и вытираем аккуратно таким вот план то есть как я уже говорил и повторюсь это этап работы то есть это не закончено еще действие чтобы вы просто понимали и не писали мне что это неправильно нужно еще вот это а нужно потом еще шпаклевать а нужно потом еще красить конечно это все нужно это все его покажу в следующем ролике обязательно что он делал наш подливал наш зазор после этого полностью вот этой губкой протираем всю стену чтобы пыльник делать как видите вот здесь я села пыль да и чтобы но от наждачки пыль все протирать грунтуем и после этого уже можно накрасить в принципе действия такой кому понятен ставь лайк кто так делает тоже ставь лайк короче если есть вопросы ребята оставляйте их нам в комментариях мы обязательно будем на ваши комментарии отвечать и либо снимать видеоролики кому интересно какое-то направление в отделке обязательно пишите и мы обязательно снимем для тебя ролик ребята опять же повторюсь это еще не законченная у нас так сказать незаконченный наш пирог и обязательно покажу конечный результат как это все получилось здесь значит заказчик внутри как вы видите пустота здесь будет как магнитная спина как многие вешают на холодильнике всякие магнитики фотографии так далее клиент решил вот здесь все это разместить то есть будет такая ниша где я был в турции таиланде еще в общем ребят следите за нашим каналом с вами был среди пынды эта компания 2 3.5 всем пока